На протяжении месяца спортивный комплекс «Красная звезда» был центром притяжения поклонников большого футбола. Здесь омичи могли в прямом эфире наблюдать за матчами чемпионата мира FIFA 2018. В заключительный день Мундиаля горожане вновь собрались в футбольном манеже. Посмотреть финальный матч турнира на большом экране, поболеть за участников Кубка Омской области по виртуальному футболу, насладиться выступлениями творческих коллективов. Целый месяц весь мир следил за событиями в стране, которые называются чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Яркое и впечатляющее событие стало зматом для нашей страны. Хочется сказать, что благодаря нашей, вашей поддержке, наша команда пробила четверть финал и показала там уверенный, красивый, зрелищный и самое главное – волевой футбол. Уверен? Уверен, что Мундиаль даст всплеск развитию футбола в стране, конечно же, в Омской области. Закрытие фан-зоны получилось зажигательным и по-настоящему спортивным. Решающие игры в киберфутболе организаторы намеренно запланировали на день финала чемпионата мира. Мы специально было согласованы на это все, чтобы именно на завершение официального турнира, то есть чтобы все у нас победители определились и в мире. В итоге в финальной серии сильнее оказался Дмитрий Никитин. Он получил от организаторов денежный приз в размере 25 тысяч рублей. Николай Лавров – второй, его награда – 15 тысяч. Обладателем бронзы и призов в 10 тысяч рублей стал Максим Лобов. Изучать соперников, побольше владеть мячом, быстро не бежать, забивать головные на самое главное, считаю. Мероприятие собрало не только несколько сотен любителей футбола, но и немало почетных гостей. Среди них представители Министерства, Департамента спорта, ветераны. На «Красной звезде» также омские моржи, которые в этом году поддержали нашу сборную пробегом до Самары и по праву считают себя причастными к большому футбольному празднику. Мы стали понимать, что от нашего боления зависит настроение футбольных игроков. Когда мы болеем, переживая за их успехи, за неудачи, но остаемся всегда искренними и преданными до конца, тогда игроки играют гораздо лучше и продуктивнее. Болельщик у нас есть. И просто вот эти матчи сборной России, на которых был полный стадион, полная трибуна, и здесь было все забито. Такое единство. И много людей, которые любят футбол. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы все возродилось в Омске, наша команда должна играть, наверное, так же интересно, с такой же самоотдачей от первой до последней минуты. Я верю, что болельщик придет. Болела за сборную России, сегодня буду болеть за Францию. Почему? Потому что Франция должна победить. Думаю, что люди более сообща приходят, дружные, смотрят. То, что у нас происходит в нашей стране, вообще следят за спортом. Вообще очень замечательно. Очень понравилось. Присутствовал на матчах сборной, на других матчах. Очень нравится. Атмосфера такая. Ну, ощущение не передать. Кажется, что ты на стадионе. Прекрасный, интересный, необычный, непредсказуемый. Кульминацией вечера стала демонстрация финального матча чемпионата мира на экране площадью 55 квадратных метров с максимально естественной цветопередачей. Омские болельщики в полной мере насладились и качеством картинки, и качеством футбола. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин